Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дом. И сегодня речь пойдет о книге с очень нестандартной и чрезвычайно сложной задачей. Возможно, невыполнимой, но я считаю, что в данном случае все получилось. Это переводная испанская научно-популярная книга. Для детей познавательная книга о строении и функционировании мозга. И это не детская книжечка, где рассказано, что у нас есть голова, в ней мозг. Отсюда мы смотрим, слушаем и думаем. А еще мы в нее едим, как говорят боксеры. Шутка. Друзья мои, эта книга действительно очень хорошо написана. И она придумана таким образом, чтобы объяснить сложнейшие вещи, которые мы сами не до конца понимаем ребенку. Возникает законный вопрос. А зачем объяснять ребенку те вещи, которые мы сами не до конца понимаем? Ответ на него очень прост. Затем, что если мы будем ждать, пока наука разживет и объяснит все, у нас увеличится очень-очень трагический разрыв между начальным и средним образованием и передовым краем человеческой науки. Друзья мои, это крайне важно. Потому что отсутствие там, где исчезает научное знание, мгновенно образуется пустота, заполняемая массовой культурой, с ее стереотипами, с ее такими яркими, запоминающимися, но не имеющими к реальности никакого отношения образами. Там туда приходит госпожа суеверия, туда приходит господин незнание, и туда приходит профанация научного знания, которая вызывает страх перед наукой. Ой, эти черти в белых халатах, что-то они опять там задумали, химичат, наверное, погибель нам готовят. Ну и дальше уже религия с распростертыми объятиями принимает юные души в свои, так сказать, ряды. Вот, друзья мои, это нормальное явление. Всегда было так, и, по-видимому, всегда будет так. И человечество достигало какого-то успеха, как мне кажется, да, не на ниве просвещение, это очень пафосно и очень абстрактно звучит, а вполне себе на бытовом уровне. Научалось лечить болезни, строить более удобные дома, жить в большем комфорте, увеличивать продолжительность жизни, тоже не последнее дело в нашей жизни, да. Именно там, где вот это расстояние, оно сокращалось. Мы не так быстро что-то новое открываем. Но вся штучка в том, что то, что было доступно только исключительно одаренным студентам, аспирантам и профессорам в 19 веке, сейчас умеет каждый старшеклассник. Ну, хотя бы теоретически умеет, да, знает. Потому что начало алгебры в принципе не входили в начальное образование еще 200 лет назад. Какая алгебра, вы о чем говорите, да? То есть это был действительно университетский уровень знания. И это же касается и биологии, и истории, и географии. Люди просто не озадачивались этими проблемами. А сейчас это расширилось. Поэтому я так, значит, ужасался, когда астрономию выкинули из школьного курса. Вот такое длинное предисловие. Вернемся, однако, к мозгу человека. Итак, Пабло Баречигурен, не могу прочитать, испанская фамилия, сами понимаете. Вот, значит, написал книжку, в которой строение и работу мозга объясняет доктор Сантьяго Рамон и Кахаль. Значит, здесь много будет исторических персонажей в этой книге. Это реальные ученые, реальные люди, получавшие Нобелевские премии и другие награды, делавшие открытия и работавшие как в 20 веке, так и в начале 21-го. В общем-то, у нас есть свои кумиры в этой области. Ну, так я шуточно немножко говорю, да, в кавычках кумиры. Но Наталья Бехтерева, допустим, это понимаете. Да, и наш институт мозга тоже очень много сделал на этом поприще. Но в данном случае речь идет в целом о мировой науке. Детали оставим для книг более сложной структуры, в более сложной степени, да, объясняющей то, что у нас происходит в жизни. Вот происхождение мозга, как вы видите, насколько издалека начинается рассказ. С деления клеток эмбриона он начинается. Потому что это неразрывно связано с тем, почему у человека мозг одного вида, а очень похожие по строению на такие же органы у кита, у гориллы, значит, у шимпанзе, да, работают, выглядят, весят, в конце концов, по-другому. И некоторые мифы, которые, ну, скажем, уже, ну, сто раз развенчаны, уже устали все говорить. Вес не имеет большого значения. Ой, там у женщин мозг меньше весит, у мужчин больше весит, там еще что-то, и так далее. Чушь собачья. Это не принципиальная разница. Все люди разные. Объем черепной коробки у всех разный. Это вообще никак не влияет. Огромное количество гениев имели очень средний вес и объем мозгового вещества, да. Имеет значение только структура. Более того, в этой структуре имеют значение связи. Это довольно небанальное знание, которое не приходит в голову большинству обывателей, которые с радостью кушают новости. Особенно в интернете можно прочитать про мозг огромное количество ерунды, да. Вот эта книга немножечко расставляет все, значит, по своим местам. Вот вам тот самый разворот. Чем больше мозг, тем я умнее. Правда? Нет, неправда. И объясняется почему. Разворот о нейронах, о том, что наших клеток действительно очень много. Здесь приводится простой такой пример. Что такое 86 миллиардов нейронов, да. Если их начинать считать по одному нейрону в секунду, одному, раз, два, три, четыре и так далее. Продолжили, да. Уйдет 2700 лет. Я подглядываю в книгу, потому что я не силен запоминать цифры, но это реально много. Вдумайтесь, 2700 лет просто пересчитать их. Так вот. Это казалось бы очень сложно. Очень сложно. Не так уж и сложно. Но пересчитали же, хотя бы примерный объем определили, это была отдельная задача, поскольку в разных частях мозга плотность нейронов разная. Там есть глия, это от слова клей, да, глий, вещество, которое является изолятом, да, изолирующим веществом. В нем, собственно, содержатся нейроны, и оно их обслуживается своего рода. Но дело-то не только. Во-первых, нейроны разного вида бывают. А во-вторых, самое-то главное, самое фантастическое, не укладывающееся в голове до сих пор у ученых и вызывающее законные вопросы, значит, вот здесь вот в главке, как общаются нервы, как проходит электрический сигнал, еще до того, как ребенок вообще в школе изучил, что такое электричество. Довольно сложно это объяснить, не правда ли, да? Ну вот. А что такое нейромедиаторы? То же самое. Химия – это дело далекого будущего. Это книга не для 8-9 классников, да, это книга для детей. Поэтому здесь очень просто, при помощи простых метафоров. Вот как в книжке, которую я рассказывал, Нечипаренко про живой дом, да, значит, там Юрий Нечипаренко рассказывает о строении живой клетки. И там множество метафор приводится. Там клетка, как вот действительно живой коллектив отдельных персонажей, да, там есть полицейские, есть, значит, доктора и так далее. Детям рассказывается об одной из самых сложных вещей во Вселенной. Так вот, мозг намного сложнее, чем просто клетка. Ведь речь идет не о нейронах и не об их количестве. Что такое 86 миллиардов? Вполне себе представимое число. А об их связях. Некоторые нейроны имеют, благодаря аксонам и благодаря взаимодействию с другими нейронами, до 600 возможных связей. Вы умножьте, пожалуйста, 86 миллиардов. Короче говоря, если вкратце, то получившееся число возможных связей, они, конечно, не все задействуются в течение самой длинной жизни, наполненной самой активной мозговой деятельностью, да, тем не менее, значит, до 600 связей у нейрона. Представьте себе, число превышает не просто число всех атомов во Вселенной, а его даже подсчитать это число невозможно. То есть получается, что у нас наши счетные возможности отказываются. Вот такое количество. Но это лишь возможности, вероятности. Реализуются они в конкретной работе каждого конкретного мозга. И книга наполнена вот такими вот ставочками, да, историческими, посвященными истории изучения мозга, тоже потрясающе интересный. И к тому, как человек постепенно открывал, какую именно сложнейшую штуку подарила нам природа. Причем зачем подарила? Она не сказала. Она подарила и сразу убежала дальше эволюцией заниматься. А что с этим делать, мы решаем уже сами. Кто-то употребляет эту штуку для того, чтобы, ну, скажем, ничего не делать и хорошо проводить время, а кто-то пытается изучать окружающий мир, двигать цивилизацию вперед и что-то такое придумывать, да. И это каждый выбор пути имеет свои преимущества. Книга не навязчива, тонко, но об этом тоже упоминает, да, то есть как бы вот подводит к этой мысли. Это же страшно интересно. Если удается заинтересовать, то, значит, миссия детской познавательной книги выполнена на 100%. Самое главное. Вот тут вот у нас, значит, так называемый коннект, это понятие того, что происходит со связями в нашем, значит, мозгу, да. Вот, значит, вот та самая глия, да, потайные клетки мозга, астроциты, еще один вид клеток, которые занимаются, значит, гематонцефалический барьер, который защищает наш мозг, который надо защищать, сам по себе мозг беспомощен, да, человек гибнет от инфекции, попадающей в мозг запросто, об этом тоже детям рассказывается. И понимаете, вот, вникая во все эти детали, даже несмотря на то, что слово гематоэнцефалический, оно вот такой длинный, еле помещается на странице, ребенок, вникая в эти детали, лучше начинает понимать, что и зачем от него требуют. Потому что когда ему говорят, что нужно, что нельзя делать в плане, там, гигиена, например, да, иногда это вызывает такое легкое отстранение, потому что это же ерунда, тема прекрасно устроена, само справится. Нет, тут нужно знать некоторое количество тонкостей, и тогда все встает на свои места. Нервная система, древние отделы мозга, да, значит, болезнь альгеймера, да, тоже бич нашего столетия, да, страшное дело. Есть возможности, наверное, с ней бороться. Но пока мы знаем только два – вести здоровый образ жизни и заниматься интеллектуальной деятельностью до самого конца своих дней, да, постоянно держать мозг в напряжении, тренировать его, да, значит, не нервы напряжения, не стресс испытывать, да, а мозг, мозг, чтобы мозг работал, чтобы он думал, да, это очень помогает. В конце у нас есть, разумеется, интересные факты, вроде синестезии, да, продолжение обещается, и информация об авторе и о художнике. Книга выполняет сложнейшую задачу. Рассказать о таких вещах маленькому ребенку очень тяжело. И вот эта книга реально может подойти ученику начальных классов, то есть второй, третий класс, ну, четвертый класс, да, и он там все поймет. А вот это, конечно, ценно. Может быть, не все. Если у вас будут какие-то другие впечатления, напишите в комментариях. Спасибо за внимание.